Донбасс будет освобожден благодаря стойкости наших героев, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита на Донбасс. Выборы на востоке Украины, по словам главы государства, нужны, но провести их можно будет не раньше, чем там прекратятся обстрелы, а иностранные войска уйдут из нашей страны. Выборы нужны, но это все же не самая цель. Все же самое главное – деоккупация Донбасса, после чего могут быть выборы. Если будут хотеть закончить войну, она точно закончится, и тогда такая возможность есть. Но мы же с вами понимаем прекрасно, как выборы могут быть демократичными, цивилизованными, прозорными, если там нет безопасности ситуации. Все же таки мы вважаем, что тот покроковый план, который запропонувала до расследования ТКГ Украина сегодня, он даёт возможность все это сделать, и чтобы там на весне провести выборы. Но еще раз говорю, это не является главным вопросом. Вернуть из плена всех наших. Сейчас это одна из главных задателей украинской власти, заявил президент. По его словам, наша делегация в ТКГ уже передала ОБСЕ списки для следующего взаимного освобождения по формуле «всех на всех», а также мирный план по Донбассу, предложенный Леонидом Кравчуком. Глава государства надеется, что его рассмотрят сначала на заседании ТКГ в следующий вторник, а затем и во время встречи советников-лидеров стран нормандского формата. Глава государства надеется, что на заседании ТКГ будет подниматься это вопрос, и уже наприкінці решится, и мы сможем також кроковать вперед в цьем очень важном вопросе. Також, в принципе, полностью подготовлено питание разминувания 19 новых ділянок. Вся эта информация также готовится для следующего заседания ТКГ, которое будет, мне кажется, в вторник. В вторник и в середину. В вторник и в середину. Мы считаем, что все эти вещи разблокуют работу ТКГ. И сейчас у нас, в принципе, подготовлена информация для того, что 13-го числа, 13-го листопада, будет будет видео-звязок радников нормандской четверки, на которой будут проговориться все кроки на будущее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова